Очередное координационное совещание Генеральной прокуратуры Республики было посвящено результатам работы правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и проверке исполнения законодательства в 2019-2020 годах. Анализ данных свидетельствует о темпе ежегодного прироста потребителей наркотических средств и психотропных веществ, отметил в докладе исполняющий обязанности первого заместителя генерального прокурора Даур Амичба. По его словам, в 2019-2020 годах следственными органами и органами дознания по факту незаконного оборота наркотиков было возбуждено 360 уголовных дел, 333 из которых были направлены в суд. За 5 месяцев 2021 года возбуждено уже 62 уголовных дела, 59 из них направлено в суд в отношении 62 лиц. Из общего количества 422 возбужденных уголовных дела, 53 дела связаны с выращиванием наркотических растений, 48 из которых уже направлены в суд. За указанный период по фактам незаконного приобретения, хранения, перевозки наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта возбуждено 337 уголовных дел, из которых 43 дела связаны с незаконным ввозом наркотических средств и психотропных веществ. 32 уголовных дела по фактам незаконного приобретения, хранения, перевозки наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта. Из них 9 связаны с ввозом. Таким образом, по фактам незаконного ввоза на территории Республики Абхазия наркотических средств и психотропных веществ за анализируемый период возбуждено 52 уголовных дела, из которых 50 направлены в суд с обвинительным заключением, а два дела в момент проверки находятся на стадии предварительного расследования. Культивирование в Республике растений, содержащих наркотические вещества, и ввоз в Абхазию так называемых синтетических наркотиков Еще одна серьезная проблема отметил на совещании заместитель генпрокурора Руслан Тыркба. В части культивирования, если говорить, то можно немного критично охарактеризовать работу на местах, потому что из той категории растительных наркотиков, таких как марихуана, к примеру, эти насаждения, как правило, не превышают 5 корней, 10 корней, 15, не более. То есть мы в основном документируем и выявляем фактически потребленцев. Но давно не было, когда мы выявляем такие крупные плантации. Недавно был такой прецедент, когда наши оперативные службы пресекли факт вывоза. Ранее таких, кстати, дел у нас не было. Факт вывоза марихуаны в особо крупном размере. Гражданин Кищан вывозил 3,5 килограмма марихуаны. За анализируемый период сотрудниками ОКОН были выявлены закладчики с крупной партией наркотических средств. В частности, в 2020 году в Новом Афоне у Никитина и Сачко наркотическим средством метадон было выявлено порядка 350 грамм. В 2021 году в Галском районе у гражданина Телегина тоже было выявлено 390 свертков, свертков почти до 200 грамм этого же наркотика. Изъятые наркотики, как впоследствии, были ввезены через государственную границу Республики Абхазия, однако Государственным таможенным комитетом и другими оперативными службами эти факты пресечены не были. Поэтому здесь, конечно же, тоже одно из важных направлений. Нам нужно усилить борьбу, связанную с ввозом этих тяжелых наркотиков. Через нашу государственную границу. Первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Аля Слабаху отметил, у таможни недостаточно технических средств для полноценного осмотра как багажа, так и автомобилей, пересекающих госграницы Абхазии. В настоящее время правоохранительный блок таможенного комитета испытывает трудности в проведении оперативно-розыскной деятельности. В структуре федеральной таможенной службы Российской Федерации имеются оперативно-технические и оперативно-поисковые подразделения. Которые вносят значительный вклад в повышение эффективности осуществления правоохранительной деятельности. К сожалению, в системе таможенных органов нашей страны данные подразделения отсутствуют, что значительно затрудняет проведение результативно-оперативной работы, направленной на выявление и пресечение преступлений и правонарушений в области таможенного дела, и в частности по борьбе с контрабандой наркотических средств через таможенную границу. В связи с этим, естественно, возникла необходимость создания хотя бы одного специализированного подразделения в структуре управления по борьбе с контрабандой и таможенным правонарушениями с привлечением профессиональных кадров, имеющих опыт борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и в прекурсах, в котором работа будет сконцентрирована именно конкретно в этом направлении. На тенденцию роста и усиление незаконного оборота наркотиков в Абхазии, по словам сотрудника СГБ Нахара Лагвилава, влияет ряд факторов, среди которых сложная социально-экономическая ситуация в стране и высокий уровень безработицы. Эти факторы влияют на рост числа населения, начинающего принимать наркотики. Согласно оперативным и иным данным, поступающим в ССБ Республике Абхазии, наиболее благополучная каменогенная обстановка в сфере незаконного оборота за период 19-20-х годов складывается в городе Сухум, Сухумском, Кулрыбском и Кутауском районам. Самыми распространенными видами наркотиков в Республике являются метадон, марихуана, мак и различные сильнодействующие психотропные лекарственные препараты. Синтетическое средство метадон поступает в Республику Абхазия, в основном из Российской Федерации. При этом организаторы каналов переправки и сбыта данного вида наркотика, как правило, находятся в Российской Федерации, что затрудняет оперативно-расследственные мероприятия по выявлению и пресечению каналов ввоза и распространению наркотических средств на территории Республики Абхазии. Одна так называемая доза наркотического средства метадон, массой, к примеру, 0,30 грамм на территории Республики Абхазии, реализуется в 3-5 раз дороже, чем в Российской Федерации, что делает эту сферу незаконной деятельности популярной и прибыльной в криминальной среде. Основной причинной масштабом в наркоторговле является значительная экономическая выгода, которая не в состоянии дать какой-либо другой легальный вид бизнеса. Выслушав доклады, генеральный прокурор Абхазии Адгур Агарба отметил, что закрытие госграниц в 2020 году из-за пандемии COVID-19 показало тенденцию снижения ввоза наркотиков в страну. С момента пандемии нами усматривалось снижение ввоза наркотических препаратов на территорию Республики Абхазия, несмотря на то, что уже полтора-два года после того, как возникла пандемия, более чем в 70 странах мира усматривается увеличение объема наркотрафика. Ну и, конечно же, хотелось бы отметить, что незаконный оборот наркотиков, наркомания крайне отрицательно влияет на экономическую и социальную ситуацию в Республике и в целом на все общество. Сегодня в системе МВД проводится реформа, и я очень надеюсь на то, что она придаст дополнительный импульс в борьбе с незаконным оборотом. По итогу координационного совещания будет составлен проект постановления, который будет отправлен всем силовым структурам с учетом замечаний и рекомендаций Генеральной прокуратуры страны.